Говорит Черкесск Рейтанеры по некоторых событиях республики. Здравствуйте! Состояние и поддержка наших земляков-бойцов оригинального управления Росгвардии, которые принимают участие в специальной военной операции, обсуждены в Доме правительства. В Центре выявления и развития одаренных и талантливых детей «Спутник Черкеска» стартовала очная интенсивная программа «Химическая идентификация». 34 школьника из Корчаев-Черкесии принимают участие в военно-патриотической смене для детей и подростков Силы Кавказа в Чечне. И до конца этого года будет обустроен туристический маршрут, ведущий к Софийским озерам. Далее об этих и других событиях. На составшейся встрече главы Корчаев-Черкесии Рашида Тимрезова с начальником Республиканского управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Андреем Пархоменко ключевой темой обсуждения стало состояние наших земляков-бойцов Росгвардии, которые принимают участие в специальной военной операции. Андрей Владимирович сообщил о состоянии наших ребят, их материальном оснащении и обмундировании. Обсудили вопросы, связанные с исполнением возложенных на них задач в зоне СВО. Пока бойцы Росгвардии отважно и мужественно исполняют свой долг перед Родиной, мы на месте должны взять на себя заботы о членах их семей. Так, по словам руководителя Республики, все меры поддержки для семей участников специальной военной операции, принятые на уровне региона, такие как освобождение от транспортного налога, платы за детские сады и ряд других, распространяются также и на семьи сотрудников и военнослужащих управления Федеральной службы войск Национальной гвардии. В Черкесске завершается и благоустройство детской игровой площадки во дворе дома 39 по улице Балахонова. Реализация проекта стала возможной благодаря его победе на федеральном конкурсе мобилизационных и социально значимых инициатив среди местных отделений «Единой России». Проект получил поддержку руководства партии и конкурсной комиссии. На его реализацию было выделено 500 тысяч рублей. Недостающую сумму передали депутаты парламента Карачао-Чекесии от партии «Единая Россия» Алексей Ганшин, Василий Поляков и Александр Минасов. Парламентарии посетили объект, чтобы проверить ход работы и пообщаться с жильцами дома и представителями подрядной организации. Раньше здесь была старая детская площадка со сломанными качелями. Сейчас же строители выровняли поверхность, уложили тротуарную плитку и мягкое покрытие. Принимаются за установку конструкции. А это значит, что через пару дней самые юные жители дома смогут кататься на новых каруселях. Отметим, что мобилизационные проекты партии позволяют жителям присоединиться к общественно значимым инициативам «Единой России», которые реализуются на местах. И проект по благоустройству детской площадки также был сформирован при участии самих жильцов многоквартирного дома. В ходе продолжающейся на территории Республики прививочной кампании уже провакцинированы более 153 тысяч жителей Карачао-Чрикесии. Из них 51 тысяча 700 – дети. В состав современных вакцин против гриппа, применяемых в России для иммунизации населения, входят только фрагменты генетического материала, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. И их вполне достаточно, чтобы в организме человека сформировался иммунный ответ. При тяжелом течении гриппа часто возникают серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов и центральной нервной системы. Распространенными осложнениями после гриппа являются синуситы, бронхиты, атиты, обострение и усугубление хронических заболеваний. Тяжелые формы заболевания наиболее часто регистрируются в период эпидемии гриппа, которая ежегодно приходится на зимний-весенний период и обусловлена чрезвычайно высокой активностью циркуляции вирусов гриппа. Поэтому важно, чтобы людей, сделавших прививку, было как можно больше. В настоящее время в республике наблюдается прирост количества заболевших ОИРВИ на 19%. В связи с установлением благоприятной в пожароопасном отношении устойчивой погоды и снежного покрова на территории Карача-Чекесии завершился пожароопасный сезон. По данным регионального МЧС, с начала года на землях лесного фонда пожаров не было зарегистрировано. С целью контроля за лесопожарной обстановкой в Минприроды республики в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства во взаимодействии с МЧС, диспетчерскими пунктами муниципальных образований и других оперативных служб. С начала пожароопасного сезона лесными инспекторами проведено несколько тысяч рейдовых мероприятий на протяженности более 500 тысяч километров, направленных на предотвращение и пресечение нарушений лесного законодательства, в том числе требований пожарной безопасности в лесах. Верховный суд Карачао-Чекеси вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о покушении на помощника Хабелского межрайонного прокурора. Фигуранту дела назначено наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Нападение было совершено в апреле прошлого года в помещении магазина кафе «Оазис» в Черкесске. Злоумышленник подошел сзади к сотруднику прокуратуры, который был в служебной форме, и попытался перерезать ему шею ножом. При помощи других посетителей тот смог отбиться, однако нападавшему все же удалось ранить сотрудника правоохранительных органов. По данным Следственного управления Следственного комитета России по Карачао-Чекеси, со слов нападавшего сотрудник прокуратуры участвовал в рассмотрении дела его брата в суде, и он решил таким образом отомстить. В селе Джагамала Карачао-Чекеси продолжается капитальный ремонт сразу двух берегоукрепительных сооружений на реке Ишкакон. Восстановление этих дам позволит защитить от воды полторы тысячи человек с их домовладениями и приусадебными участками. Подробности у советника министра природных ресурсов и экологии республики Медина Ваташевой. Общая протяженность двух берегоукрепительных сооружений, на которых ведутся работы, составляет 3376 метров. Работы начались весной текущего года в рамках государственной программы воспроизводства использования природных ресурсов и проводятся в целях обеспечения защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия вод, прежде всего в наиболее поводкоопасных и подверженных подтоплению районах. Ремонт дам позволит защитить 1400 человек их домовладения приусадебные участки. Общая площадь территории, подверженной затоплению, составляет порядка 55 гектаров. В зоне возможного подтопления также расположены школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и другие объекты инфраструктуры села. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Как мы уже сообщали, многофункциональные центры расширили перечень услуг, предоставляемых населению. Теперь любой житель региона может оформить там документы на газификацию жилого помещения, на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, на поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд. Эта услуга позволит жителям республики заметно сэкономить время, ведь прием проводится по принципу единого окна, что повышает удобство и доступность данной процедуры. Рассказывает советник генерального директора «Газпром» и «Межрегионгаз Черкесск» Сергей Остриков. Компаниями «Газпром Межрегионгаз Черкесск» и «Газпром Газораспределения Черкесск» было заключено соглашение на предоставление услуг по оформлению документов на газоснабжение. Сейчас граждане республики при покупке, продаже, обмене жилья, оформлении каких-то документов могут сразу обратиться для того, чтобы сделать себе, по сути, три основные услуги, которые им необходимы. Во-первых, это договор на газификацию домовладения или жилого помещения. Второй договор о техническом обслуживании внутридомового, газового или внутриквартирного оборудования. Это обязательный договор, который заключается сразу одновременно. И третий договор, это непосредственно «Газпром Межрегионгаз Черкесск» о поставке газа для коммунально-бытовых нужд населению. Лесные субботники отрядом кафедры «Лесное дело» провели очистку леса от валежника и бурелома в окрестностях села Пристань. Кроме того, собранный в лесах валежник сортируют и направляют на дрова для нуждающихся. Только одна такая акция, проведенная в окрестностях Пристани, позволила собрать до 4 кубов дров. В Тибердинском национальном парке при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы построена инфраструктура для хранения сена. На сегодняшний день архийская группировка зубров насчитывает около 40 особей. В летний период животные успешно находят корм самостоятельно. Однако в зимнее время найти пропитание сложнее, поэтому животных регулярно подкармливают. Сотрудники Тибердинского национального парка подкармливают рогатых великанов комбикормом и сеном. Чтобы последнее не портилось, было принято решение построить хранилище сена. Ведущий к Софийским озерам тур маршрут обустроен до конца этого года. В рамках работ планируется установить информационные щиты, освещения, а также указатели. Помимо этого, на пешеходных маршрутах будут установлены лавочки, урны для сбора мусора и фонари уличного освещения. Всего на согласование в Минприроды России направлен список из 15 действующих туристических маршрутов с целью их последующего благоустройства. 34 школьника из Корчао-Чекеси принимают участие в военно-патриотической смене для детей и подростков в силах Кавказа в Чечне. Мероприятие проходит с 14 по 18 ноября в рамках программы уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка подростки России. Дети ожидают самые разные мероприятия. Курс молодого бойца в Российском университете спецназа в Гудермесе, скалодром, веревочная тропа, встреча с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, урок по единоборствам, соревнования по волейболу, баскетболу, плаванию, культурная программа и многое другое. В Центре выявления и развития одаренных и талантливых детей «Спутник» Черкеска стартовала очно-интенсивная программа «Химическая идентификация». Здесь собрались юные химики со всей республики. Руководитель профильной программы Майя Асланукова, заведующая кафедрой химии, кандидат химических наук, доцент СКГТА. Данная интенсивная профильная программа предназначена для учащихся 10-11 классов, проявляющих повышенный интерес к химии и собирающихся продолжить образование в учебных заведениях естественно-научного профиля, химико-технологические, медицинские и сельскохозяйственные вузы. До 27 ноября для школьников, отобранных для участия в смене, будет организована насыщенная образовательная программа. Они научатся приемам обращений с лабораторным оборудованием, качественному анализу органических соединений, грамотному использованию веществ и материалов быту, сельском хозяйстве и на производстве, решению практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человеку и окружающей среде. Ну и в завершении информационного выпуска новости спорта. В Каспийске Дагестана прошел чемпионат России по спортивной борьбе «Грэплинг Ги», по итогам которого спортсмен из Карачаево-Черкесии Магомед Джарбаев в весовой категории 77 килограммов завоевал первое место. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова.